Музей камня продолжает проект ретроспектива 20 век. На этот раз темой экспозиции стала школьная жизнь во всех ее проявлениях. Мебель, чернильные приборы, история ручки от гусиного пера до шариковой. Здравительные открытки с днем знаний. Выставка носит название «Ура школе». Почему «Ура школе»? Потому что мы создали такую своеобразную атмосферу, которая такая интересная страна, как «Ура школе». Здесь можно вспомнить и свое школьное детство, и как отдыхали с друзьями, и провести определенные мастер-классы. Вот такую интересную выставку мы задумали и реализовали. Плюс еще в рамках этой выставки 6 октября, как раз после Дня учителя, мы будем проводить большой городской праздник, где можно будет поучаствовать в очень больших интересных мероприятиях, таких как, например, занимательный урок по геологии, занимательный урок по астрономии, занимательный урок по географии, посмотреть фото зоны. На этой выставке можно найти много интересного. Знакомые всем из советского детства карандаши или ручки, чернильницы, учебники и другие неотъемлемые атрибуты школьной жизни. Есть уголок, который век назад со страхом обходил любой ученик. Место для наказания из-за провинности – горох и розги. Уже были желающие постоять. Но, правда, к сожалению, не удается всю процедуру сделать правильно, потому что там нужно вставать голыми коленками на горох, чтобы ощутить всю прелесть этого наказания. А здесь люди все-таки стоят либо в штанишках, либо в юбочках и так далее. Поэтому как бы вот. Но розгами мы пока еще никого не пороли. Если есть желание испытать, пожалуйста. На выставке есть несколько инсталляций. Это представляет собой ученический уголок гимназиста начала 20 века. Здесь все подлинное – и мебель, и книги. Есть экспозиция, посвященная советским детским и юношеским организациям. Значки и галстуки. Причем не только галстуки наши советские, но и галстуки братских стран. Например, ГДРовский галстук синий. Причем там есть подпись Анета. Помните, были клубы «Интернационная дружба», когда школьники переписывались из разных стран. И даже есть галстук благодаря Али Токаревой из ЦВР номер 2 из Афганистана. «Пионер Афганистан». Но это времен нашей дружбы до ухудшения ситуации. Выставка в Рашколе охватывает широкие временные рамки от 17 века до конца 20-го. Это отличное место, чтобы придаться приятным воспоминаниям и поностальгировать о том, какими были школьные годы много лет назад. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иванова.